Чтобы быть успешными и конкурентоспособными на рынке товаров и услуг, предприниматели должны идти в ногу со временем. Для тех, кто заинтересован в развитии собственного дела, в регионе открыли школу бизнеса. Это федеральный образовательный проект, разработанный деловой средой от Сбербанка совместно с Фондом поддержки предпринимательства и Центром развития бизнеса НАУ. В рамках обучения запланированы два семинара и два вебинара с участием ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. На одном из семинаров побывала наша съемочная группа. Руководитель туристической компании «Арктика рядом» Андрей Николаев о пользе таких семинаров для предпринимателей знает не понаслышке. Признается, изменить подход к развитию собственного дела ему помог форум предпринимателей «Бизнес-завод». От обучения в школе бизнеса руководитель туристической компании ждет не меньшего эффекта. После того семинара как раз из ИП мы превратились в туристическую компанию. Вот у нас появился логотип, у нас появилось название. Очень много всего изменилось. Мы тогда рушили просто-напросто все свои соцсети, все это самое. И когда я получу информацию о том, что нечто подобное будет повторяться, я даже не задумываясь, решил, что, конечно же, я буду участвовать. Еще одна участница школы бизнеса Ирина Мартынова. Шесть лет она возглавляет туристическое агентство «Открытие». Несмотря на столь внушительный возраст собственного дела, Ирина уверена, новые знания лишними никогда не будут. Я всегда поддерживаю эту идею, что надо развиваться, двигаться вперед. И спасибо Центру развития бизнеса, что они нам дают эту возможность и дают эту возможность бесплатно. Это очень ценно для нас, для жителей именно Наринмара и округа. Очень хорошо сработала в этот раз рассылка. И вот благодаря интернету я увидела, что будет проходить это мероприятие, зарегистрировалась и пришла. Очень рада видеть здесь всех своих знакомых и друзей, которые также двигаются вперед, развиваются и делают на этом большой акцент. Участники школы бизнеса на семинарах узнали о том, как построить долгосрочные отношения со своими клиентами, через какие ресурсы можно продвигать свои товары и услуги и многое другое. Своими секретами и знаниями с ними поделились ведущие эксперты и успешные российские предприниматели. Наши эксперты – действующие предприниматели, успешные бизнесмены. То есть все тренинги, которые проходят, это именно практику. То есть здесь нету начитки каких-то лекций. То есть здесь идет серьезная работа предпринимателей. Прокачка в части маркетинга и в части работы с клиентами. Вчера очень была динамичная работа по привлечению клиентов, по формированию эффективной клиентской базы. А сегодня мы плотно работаем маркетингом, продвижением своих товаров и услуг в интернете. О том, как продвигать свои товары и услуги в интернете, предпринимателям из Нинницкого округа рассказал основатель компании «Тейкаут Маркетинг», эксперт по интернет-аналитике и успешный бизнесмен Кирилл Шишлов. У меня есть собственное производство одежды, компания по дизайнсекции, директизации, веб-студия полного цикла, интернет-ретейл детских товаров, производство рекламной продукции 1500 квадратов производственных мощностей. Поэтому я делюсь практикой, делюсь опытом, который можно применить на практике. И эта информация, на самом деле, для них должна быть цена, потому что, чтобы получить и пройти это все, зачастую приходилось тратить очень много денег. Как отметил успешный российский предприниматель, отличительная особенность участников школы бизнеса НАО – желание работать над собой и развитием собственного дела. Я вам однозначно могу сказать, вы не потеряны для IT-сообщества. Поэтому при том желании, которое есть у ваших предпринимателей, на самом деле, можно далеко пойти. Но самое главное – это, конечно же, желание. Оно очень ярко выражено, на тренинге это стало понятно. Поэтому если у вас ребята будут развиваться и хотеть выйти в интернет, то у них все это замечательно получится. На самом деле, отклик очень хороший по сравнению с другими регионами. Как отмечают сами участники семинаров, знания, полученные на занятиях школы бизнеса, будут активно применяться на практике. Я стараюсь все записывать, возвращаться к этим записям и применять максимально, потому что технологии идут вперед. И если мы хотим оказывать хорошие услуги, мы должны пользоваться современными новыми технологиями и знаниями, которые нам дают. Благодаря федеральному образовательному проекту школы бизнеса Ненецкого округа, разработанному деловой средой от Сбербанка, совместно с Фондом поддержки предпринимательства и Центром развития бизнеса НАУ, порядка 50 начинающих и действующих бизнесменов смогли пройти обучение. Впереди их ждет еще два вебинара. В завершение все они получат сертификаты. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.